Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как мы с семьей поехали отдыхать на Алла-Коль. Наша поездка началась с вокзала Алматы-2, где мы сели в поезд Алматы-Достык и доехали до станции Жала-Наш-Коль, где нас уже ждал наш водитель Ерлан, контакты которого нам дали наша база отдыха. Примерно за 30-40 минут Ерлан довез нас до нашей базы отдыха Инжу. Всем привет, дорогие алматинцы, дорогие казахстанцы и все те, кто смотрит мой канал Влог Алматы Live. Мы с семьей приехали на Алла-Коль в 2023 году, приехали 13 июня, и вот сегодня, 21 июня, мы уезжаем домой. Отдохнули мы в семейном комплексе Инжу. В этом видео я полностью покажу комплекс, покажу пляж, питание. Приехали мы на поезде от Алматы до станции Жала-Наш-Коль. Есть прямой поезд, который называется Алматы-Достык. Мы сели в 8 вечера и приехали сюда в 12 часов дня. Таксист нас встретил прямо у вагона, поднял наши вещи, довез нас до зоны отдыха. Поэтому все отлично, смотрите это видео, подписывайтесь на мой канал Влог Алматы Live, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Отвечу, покажу, расскажу в этом видео все про наш отдых, а также про цены на Алла-Коле. В Инжу для нас накрыт был уже очень вкусный обед. По обедам мы пошли прогуляться по нашему любимому Арбату. В этом году для отдыха моей семьи я выбрала семейный комплекс Инжу. Мне понравилось, что он находится на первой береговой линии, и здесь собственный закрытый песчаный пляж. Так, для тех, кто спрашивали, это вот, получается, санузел. Здесь есть фен, есть горячая вода. Это идет двухкомнатный. Мы взяли шестиместный двухкомнатный, потому что у нас пятеро детей. В комнате есть полуторка вот такая вот большая широкая кровать с ортопедическим матрасом, постельное белье чистое, уборка номера. Здесь у нас открывается диван двухспальный, и вид, у нас вот такой вот вид из окна. Вот, видно озеро. Вот такие красоты сверху. Это вот крыты топчаны, здесь шезлонги, здесь бассейн. Вот, и сейчас покажу вторую комнату. Мы еще раз напоминаю, в зону отдыха Инжу, это вот наши Алакольские закаты, здесь есть шкаф, холодильник, спутниковое телевидение, чайник в номерах. Так, здесь вторая комната. Ремонт свежий, как вы видите, все чисто, убираются, меняют постель. Большой вот такой вот шкаф семейный, большая двухспальная кровать с ортопедическим матрасом, комод, есть зеркало, есть кресло, есть, и также вот вид открывается на Алаколь. Вот, пожалуйста, вот такая вот шикарная красота из окна. Это вот семейный номер. Несмотря на то, что мы были самые первые клиенты, кто заехали в Инжу в 2023 году, для наших детей каждый день работал профессиональный аниматор. А еще для наших детей на доле установили и заполнили чистой водой детский бассейн, для того, чтобы они плескались. Как вы видите, в начале сезона людей в комплексе совсем мало, но через два дня он уже будет полным. Вот такие красивые закаты на Алаколе. Время сейчас у нас полвосьмого. Очень тепло. С каждым днем закаты Алаколя становились все красивее и красивее. Вот такая красота! Утренние волны! Как классно! Ежедневно по утрам мы с детьми выходили на веселую зарядку, которую также нам проводил наш любимый аниматор Анвар. Озеро по утрам такое темненькое, ветер, волны сильные. Вот так мы по утрам ходим на завтраки. Утром не прохладно. Вот такая легкая прохладно, но терпимо. Сначала надо будет нам забрать талоны, которые нам выдают каждый день. Вот эти номера, те, которые с видом идут на Алаколь, вип-номера, с этой стороны у них вот ничего нет. Вот так вот только балкончик, столики. И вот так люди на балкончиках сидят. Вот на ресепшене. Талон возьми. Завтраки были очень вкусные и разнообразные. Сейчас мы пришли после завтрака на анимационные программы, на зарядку, на беседке с нашими детьми будет играть два часа аниматор. Вот он наш пляж. Пляж у нас идет закрытый. Прямо на бирюзовой-бирюзовой. Сверху вообще бирюзовое озеро. Водичка пока еще прохладная, но к обеду она уже прогреется. Мягкий песочек. Здесь вот мелкие камешки галечные. Здесь идет мелкая галька. Вот такая. А далее здесь уже песочек. Тяж-инжуй. Со стороны восточного Казахстана. В поселке Кабамбай. Вот оно, наше здание. Вот это, вот это в Инжу. Вот это комплекс. Здесь свои шезлонги, свои зонты, матрасы, бассейны. Здесь все бесплатно для тех, кто отдыхает в Инжу. На песочке дети могут играть, песочные замки строить. Здесь тоже продают, можно с собой привезти, но мы ничего с собой не везли с Алматы. Мы здесь купили все эти ведерки, леечки, потому что цена такая же, в принципе, как и у нас в Алматы. А еще каждое утро с 10 до 12 часов с нашими детьми в беседке на берегу Алаколя играл аниматор Анвар. Настольные игры, активные игры на берегу, чтобы мы могли, родители, отдохнуть и искупаться. Чем хорош Инжу, тем, что сюда приезжают с детьми, потому что здесь есть песочек. Можно поставить вот так бассейн на берегу. Специально постелили вот этот вот искусственный газон, чтобы деткам было не горячо и не больно бегать. Очень много детишек. Вот они, наши шезлонги на берегу. У Инжу первая береговая линия. Здесь детский батут-бассейн. Вот такие шезлонги. И здесь сразу вот люди купаются. Те, кто хотят приобрести грязь, здесь же на берегу ее ребята продают грязь. Эту 0,5 бутылочка стоит 500 тенге, большая литровая 1000 тенге. Можно прям поехать на грязи лечения. Здесь есть такие экскурсии, вывозят. Мы не переставали по утрам приходить и наслаждаться этим свежим бризом Алакольской воды. Вон, с утра уже дети плескаются вовсю. Как вода? Суралай. Узнаем испанки? Так, дорогие мои ребятушки, друзья. Смотрите, кто спрашивает про берег, про песочек. Сейчас покажу. Смотрите, вот водичка. Сейчас пришли мы с утра, после завтрака. Сразу водичка еще прохладная. Ну, лично для меня прохладная с утра. Ну, вот люди купаются. У нас первая береговая. Это вот у нас комплекс Инжу. Я их сейчас отмечу. Те, кто разглядели песок у меня в сторисах, и спрашивают, да, здесь есть песочек. Вот, детки в него играют. Наверное, это единственное место на все Алаколе, где есть песочно-галечный пляж. Вот, для детей прям самый кайф. Еще что хорошо, что здесь его постоянно чистят, потому что здесь закрытый пляж. Грязь тоже можно купить вот так. Смотрите, вот продают грязь. И прям здесь же на месте сделать грязевые ванны, мазаться грязью. Вот, эти мальчики туда ныряют, на острове, в общем, за грязью, и сюда ее приносят продавать. По поводу, спрашивают, кто по поводу вот этого искусственного газона. Его постелили, чтобы детям не было горячо и не было больно ходить по бетонному берегу. Те, кто занимаются спортом, пожалуйста, вот вам спортивные тренажеры. Вот, пожалуйста, качели садовые. Итак, так как мои дети не любят сидеть дома, не любят сидеть в номере, хоть даже у нас в номере и кондиционер, хотят на улицу. Вот здесь вот такая вот есть беседочка, вся в тени. И вот здесь дети сидят, играют. Есть на берегу там тоже беседочка. Но нам здесь, близко к номеру. Вот в этом здании у нас номер. Вот здесь на первом этаже у нас балкончик. Так как плавать я абсолютно не умею, поэтому плескалась ближе к берегу в надувном детском круге. Вместе со своим сыном. Это терраса. На террасе здесь вот все видно. Здесь вот вечером у нас кинотеатр. Показывают мультфильмы, фильмы. Есть еще здесь дальний третий корпус. То есть он находится как бы на второй береговой линии. Можно снять вот такие большие семейные дома, виллы. Вот здесь внизу. Дети вот так вечером играют. Играет музыка. Вот такая вот красота. Сверху видно площадку. Видно бассейн. Вон они наши бегают, играют. Вот в нашем комплексе Лжу, в этом детском бассейне, рискаются дети. Здесь вот есть вот такой фонтан, есть джакузи. Вот они мои пловцы. Сегодня дует ветер. Море сегодня немножечко прохладное. Вот люди обмазываются грязью, мажутся сами, мажут детей. Такая вот красота. Здесь тоже в большом бассейне детки плавают с надувными кругами. С каждым днем в комплекс Инжу прибывало все больше и больше новых гостей. Было много ребят. Наш аниматор радовал детей своими дрессированными животными. Там был и кролик, и голубь, и вот эта прекрасная собачка, от которой дети были просто в восторге. Ежедневно в течение всех девяти дней, что мы находились в Инжу, мы находились на пляже, чтобы не терять ни одной минуты, лежа в номере. Каждый вечер после ужина мы выходили на дискотеку. В основном на дискотеке зажигали вот такие же, как и я, веселые мамочки вместе со своими детьми. Было весело, было шумно, было красиво. В общем, не передать словами. По видео вы видите, как мне там все нравится. Всем привет, дорогие друзья. Мы находимся сейчас в Алаколе. Отдыхаем. Осталось буквально несколько дней до окончания нашего отдыха. Наша зона отдыха называется Инжу. Сейчас я показываю дорогу на Арбат, потому что вечером в основном многие уходят гулять на Арбат. А кто-то остается в Инжу, но мы, допустим, сейчас пошли прогуляться по Арбату. Несколько еще интересных видео о Балаколе, о зоне отдыха и об Арбате я уже выложила на канал. Влог Алматы Live. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Как дойти до Арбата? Выходите из Инжу. Ну, если вы находитесь вот в этом Инжу. Доча, пойдем. Здесь постелили асфальт. Дорога хорошая. Асфальт ко всем базам отдыха, которые находятся прямо здесь, в этой стороне. По дороге есть вот такие тоже гостевые домики. Аккунтида, там пальма. Вот тоже дома отдыха здесь по дороге деревянные. Баня, тип номера, велопрокаты есть, детские площадки. Дом отдыха Айсулу, дом отдыха Намат. Это уже вторая береговая линия, здесь цены дешевле. Зона отдыха Медуза. Вон она, это все вторая береговая. Кто приезжает дикарем на своей машине, вот так вот есть вывески снаружи. Вот места есть. Шингастау. И здесь вот, смотрите, вот такие базы отдыха. Ну, это вторая береговая линия. Вот я показываю здесь площадочки, теннисный стол, качели, батуты, парковки для машин. Те, кто приезжают издалека, вон бильярд, баня, баскетбол, тоже все крыто. Но до пляжа идти далеко. Это вторая береговая линия будет с детьми. Допустим, как мы, вот с большой такой вот семьей, кто приезжает, лучше брать первую береговую, конечно. Тоже идем по дороге сейчас. Судя по номерам, здесь в основном больше всего моих земляков, симпалатинских. Ну, вот с Астаны приехали. Алматинские номера есть. Тоже 16 Семск. ВКО 02 вот с Алматы на машине приехали. Это ривьера Алаколь. У них вторая, а нет, первая береговая линия. И тоже вон детские площадки, деревянные домики. К желанию можно вот приехать вот так, есть свободные места, и снять юрту. Вот. Можно расположиться дикарем. Есть вот такие вот домики. Озеро Алаколь, тихий уголок, номера люкс, вип до 8 человек. Вот он, тихий уголок. Пожалуйста, кому нужны телефоны, смотрите. Здесь прямая дорожка. И отсюда вы выходите на озеро. Вот такого плана есть. Домики Алазис называется. Сейчас делаем приблизить. Алазис тоже детская площадка, домик. Смотрите, здесь есть еще японский сад. Вот такое красивое место. Здесь фотозона даже есть. Вот фонтанчик. Так, здесь я все из бруса, да? А, мы уже находимся на Арбате. Вот здесь выход сразу прямой к Арбату будет. Вот он, Алазис, с другой стороны площадка и гостевые домики. В общем, все, что мы сейчас проходили, цены примерно одинаковые. На юль-август где-то детские 15 тысяч, взрослые 17 тысяч с человека. Примерно такая цена. А это зона отдыха Айгерим. Мы здесь отдыхали в прошлом году. Здесь у них дискотека. Здесь у них бассейн есть 24 на 7. Здесь массаж, баня. И вот он, собственно, Арбат. Вот первая береговая у них идет. Здесь уже сразу море. Это зона отдыха Айгерим. Здесь у них пи-спи, настольный теннис, уличный кинотеатр. Здесь у них надувные батуты для детей. Эта дорога выводит прямо к пляжу. Сейчас покажу, кто остановится в этой части. Вот у них здесь аквапарк рядом. Там машинки поставили. Смотри, в прошлом году уже этих машинок не было, доча. Ну вот они у них, аттракционы на Арбате. Аэрохоккей. Сейчас после дождя все накрыто. Чертово колесо о ценах и об аттракционах. У меня есть видео на канале. Можете посмотреть Арбат Алаколь. Также на канале влог Алматы Лайв. Ну, собственно, вот я вам показала путь, как дойти до Арбата. А здесь магазины, аптеки, пляжки. Вот оно, вечернее озеро, закат. Здесь вот чертово колесо, туалет на пляжу на Арбате. Закат у нас вот такой красивый. Батуты для детей. Сейчас покажу. В общем, все видео про аттракционы, про карусели, про кафешки я уже выложила. Итак, друзья, мы сейчас находимся на Арбате Алаколя. Видео об аттракционах и о ценах на аттракционы, которые находятся сзади меня, я уже выложила на канале влог Алматы Лайв. Можете найти этот обзор. Вот у нас прекрасный закат. Сейчас покажу вечерний Алаколь. Кто хочет привезти детей на Арбат, сейчас скажу. Так, вот можно покатать ребенка на машине. 5 минут, 1000 тенге. Можно попрыгать деткам на батуте. 10 минут, 1000 тенге. Большой батут, маленький батут. Есть вот эта вот еще рогатка. Но сегодня ее нет, потому что был дождь. Вот так люди гуляют. Людей сейчас немного. Людей сейчас немного. Привет, привет. Смотри, как я могу. Молодец. Опа. Сейчас у нас сегодня 20 июня. Завтра мы уезжаем 21 июня. Кстати, вот есть музей, уникальная экскурсия. Сейчас покажу. Есть вот такая экскурсия. Уважаемые гости, приглашаем в путешествие в глубину веков. Алаколь недалеко находится. Кто желает, могут съездить на экскурсию. Так вот, наши пробуют тир. Лопать шарики. 1500 тенге. Сколько попыток? Поближе, да? Пожалуйста. Давай. Сколько попыток дают? Вау, молодец. Лопнула доча. Молодец. Так, давай, сына. Вау, ты что, поближе надо было? Запустили вот горочку. Она стоит 2000 тенге. Все те зоны отдыха, которые находятся здесь на Арбате. Вот это вот вся задняя часть. Вот там все дома отдыха. Это все у них первая береговая линия. Они также по вечерам могут вот так вот выходить на Арбат. Кататься, качаться. Аквапарк здесь есть. Вот. Сейчас покажу. И вот этот пляж городской. Шезлонги и зонты, в принципе, и днем ставят на прокат. Можно брать там 1000 тенге, что ли, всего лишь на целый день. Так, вот. И вот этот вот весь-весь-весь пляж, он городской идет. Свободный, открытый. А мы отдыхаем Инжу. Инжу наш находится вот сразу за вот этим вот синим зданием. Это вот заброшенный такой пансионат. Вот. Прямо сзади него находится наш Инжу. У нас там закрытый пляж. Закрытая территория. Кто спрашивает про аквашузы, можно привозить, можно не привозить. Продают все здесь. Есть шлепки по 1000, по 1,5. Аквашузы тоже вот они разных размеров. Можно брать здесь очки, шляпы, пляжные всякие все принадлежности. Все здесь есть цены, такие же, как у нас в Алма-Ате. Давай, качайтесь. Смотрите, вся вот эта вот Алла-Коль 2023. На память все с символикой. Магнитики, браслеты. Курт домашний. Надо магнитировать, да? А, нормально. По 300, по 400. Это 600. Хорошие цены. Татуировки вот детям. Браслетики. Игрушки. Вот видите, сами цены недорогие. По 500, деньги, антистрессы всякие. Белочки продают красивые. Это ключи. Камни вот есть. Сувенирная продукция есть. Смотрите, какие красивые закаты на Алла-Коле. А еще можно сделать вот такое фото. Сейчас покажу. Вот здесь выбираете костюм. И можно сделать на память вот такое вот красивое фото с Беркутом. Посмотрите, как красиво. В основном делают те, кто приезжает с других стран. Эти фотографии с Беркутом выбираете костюм мужской, женский, стоит всего лишь 1500 тенге на фоне заката и Алла-Коля. Если ваши дети также любят кататься на машинках, то здесь можно покатать их за 1000 тенге с одного ребенка. Ну вот, на Арбате вот такая вот атмосфера. Можно качаться, можно гулять. Можно играть в мяч, можно покупать здесь мороженое, разливные напитки, кофе, капучино, латте, эспрессо, разливное мороженое, гонконгские вафли. В конце Арбата есть вот для детей всякие карусели. А, вон куры-гриль. Вот эта вот рогатка очень высоко летит. Она для взрослых и для детей, кто постарше. А здесь, на пирсе, который находится в самом конце Арбата, можно сделать красивые фотографии. Так, здесь вот также есть бочки, парилки. У бочек, у этих парилок сухой пар. Можно париться и выбегать сразу купаться в прохладном озере. И вот он, Арбат со стороны выглядит вот таким вот образом. То хорошо, что здесь по всему Арбату есть вот такие вот теневые беседочки, где вы можете купить мороженое, сладости, напитки. И прямо здесь, в этих беседках, сидеть и спокойно кушать на берегу. И дышать этим свежим, чистым, соленым воздухом. Какие здесь цены на напитки? Сейчас покажу. Здесь же сразу можно купить и кофе. Пожалуйста, вам сделают свежезаваренное. Кофе? Нет, мы тоже отдыхаем. А мы тоже отдыхающие. Здесь же можно и приобрести закуски, напитки. Вот они, вот такие вот цены на разливные напитки. Вот он здесь, этот аквапарк. Он находится прямо около Айгерима, около зоны Айгерим. Здесь тоже днем надувают. Вот два больших бассейна, горочки там для малышей, горочки. Вот прямо на берегу находится, смотрите. И вот такой красивый, яркий, музыкальный паровозик прокатил нас по всему Арбату. И, кстати, круг у него очень большой и стоит всего лишь тысячи деньги. Это вот наш двор. Окна у нас вот здесь вот есть. Окна на озеро есть. Это вот можно снять вот такие вот дома. А сейчас я покажу вам эти дома изнутри. Хочу показать, как выглядит изнутри вот этот вот домик. Это семейный большой дом. Смотрите, вот здесь вот у них большой вот такой санузел. Красивый, чистенький. Даже стиральная машинка есть. Пойдем. Вот так вот выглядит гостевой дом. Это холл. Сейчас, где здесь свет включается. Так. В общем, вот он, такой семейный обеденный стол. Здесь вот такая кухонька, кухня-студия. Тоже с чайничком, с холодильником, с микроволновкой. Все есть. Вау, мамочка, мне нравится. Тебе нравится, доча? В следующий раз сюда приедем, да? Сейчас покажу здесь терраса какая. Так, открываем. Посмотрите, это вот семейная терраса. Здесь есть вот такие вот качели. Москитная сетка стоит. Есть качели, столик. Такая барбекюшная зона. Уютная. Идем дальше. Так, пойдем. Пойдем на верхний этаж. Пойдем. Так, заходим сюда. Здесь еще одна спальная комната. Тоже есть вот шкаф и кровать. Вот эти кровати, они как полуторки. Они очень большие. И еще одна. Еще одна кровать. Одна местная. Так, поднимаемся сейчас на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Потому что детям моим не втерпешь посмотреть, что наверху. Сейчас мы поднимемся и покажем. Да, доча? Рум-тур по семейному домику гостевого Инжуй. Так, здесь у нас находится второй санузел. А, вот они и мы. Всем привет. Так, пойдем, доча. Ой, осторожно. Здесь второй санузел. Здесь еще одна комната. Вот такая вот красивая чистенькая комнатка. Сейчас. А вот они мы, кто делает для вас эти видео. Вот так вот с Баляпуськой, с Маляпуськой на руках. Мама снимает контент для Ютуба. Угу. Вот еще один спальный гарнитур. Покажем во двор. Это вот где мы сейчас заходили, где мы поднимались. Я пошла. Подожди, дочь у меня. Сейчас идем дальше. Открывай дверь. Далее здесь есть еще одна комната. Диванчик. Вау, какие мягенькие коврики, как у нас. Еще вот вам, пожалуйста, телевизор. Гладильная доска. Уголок. Диван. Так, здесь мы откроем сейчас. Угу. Это во двор. Вот он, вид во двор. Балкончик. Пойдем, доча. Пойдем. И еще одна комната находится вот здесь. Вот такой большой семейный домик. Очень уютно и красиво. Смотрите, это... Вау, красивая. Да, даже есть вот двухъярусная кровать. Вау, улеглась. Вставай, доча. Для ваших малышей. Двухъярусная кровать. Какие красивые обои. Угу. Прикольно. Прям вот нравится мне очень здесь. Две кровати. Одна полуторка, одна одноместная. И вот такой вот здесь вид на балкончик и во двор. Да, кстати, хотела еще сказать, что здесь в каждом номере есть вот такой вот сейф. Код вы сами устанавливаете. Можете оставлять спокойно здесь ваши деньги, ценные вещи, телефоны и так далее. Ну, в плане безопасности здесь все хорошо. Все спокойно. Пойдем, доча. В следующем году, дай бог, приедем, этот номер возьмем. Да? Этот домик. Во всех номерах, кстати, есть фен. Поэтому можете не везти сюда. Да? Ну, именно венжу. Фен, жидкое мыло, шампуни. Вот так вот выглядит душ. Смотрите, вот случайно увидела двухместный номер. Двухместный номер тоже вот так вот выглядит прилично. Весь чистенький. С телевизором, с холодильником, с журнальным столиком, диванчик, кровать двухместная. Сейчас идет уборка, потому что выехали гости. Я вот случайно проходила. Просто у меня спрашивали те, кто хотят на два человека снять. Вот, посмотрите. Фирменные тапочки с эмблемой инжу. Халаты дают, полотенца. В общем, шикарные номера. Немножечко за нашу территорию мы вышли. Вот здесь вот есть магазины на пляжу. Сразу коктейли можно сделать. Больнерки. И сейчас скажу вот здесь по развлечениям. Смотрите, у кого есть дети, вот так же, как и мы, если приедете с детьми, вот такой катамаран берете. Здесь есть горочка. Прямо вот сюда вам на берег его подгонят. Могут туда дальше, если ваши дети умеют плавать. Есть большой катамаран. Есть просто покататься. Один час четыре тысячи тенге. Смотрите, вот они, эти катамараны. Прямо на берегу стоят. Вот, пожалуйста. Можно взять скутер. Можно покататься на банане. Есть вот такая парилка. Можно здесь же попариться. И сразу в прохладненький Алаколь, в прохладное озеро, побежать и прыгнуть. Парилки недорогие. Тридцать минут, тысяча тенге. Одела аквашузы. Топаю в них. Но здесь вот такой мягенький песочек. Даже вот этот вот шунгит, то, что на берегу, он очень полезный. Я вот сейчас монтаж как раз делаю про шунгиты, про камни, про воду, про ее состав. Сегодня ночью выложу на канал. Обязательно посмотрите, сколько полезности нашей Алаколи. Вот видите, старожилы. Сейчас вот я спрашиваю. А Пашка модная какая, красивая. Купальник, посмотрите, какой модный. Говорят, что в Канаде есть вот такого состава озера. И у нас, говорит. Она, говорит, тоже каждый год сюда внуков привозит. И вообще зимой, говорит, дети не болеют. Ну, в принципе, я и по-нашему это тоже заметила. Прям закаляются дети. И на весь год они будут... Ой, доча у меня на руках. На весь год они будут прям вот бодренькие иммунитетом. Ой, крупная опашка. Ой, доча у меня на руках. Вот такой вот сюрприз нам приготовили. Зона отдыха Инжу. Сейчас покажу еще раз. Сверху виды. Так. Я даже не знала, что здесь с этой стороны даже поле есть футбольное. Как красиво. Еще раз покажу наш Инжу сверху, с крыши. Так. Вот он, наша перековая первая линия. И в честь того, что мы с моей семьей были первые гости, которые открыли этот сезон 2023 года раньше срока, для нашей семьи оформили вот так вот крышу, террасу, накрыли стол, шикарный стол. Это вот все подарок от руководства Инжу. Вот с нашей большой семьей мы сейчас будем ужинать. Большое спасибо руководству Инжу. Сейчас комплекс полностью светит. Да, давай, сфотой, сфотой. Виды с нашего Инжу вот такие великолепные. Закаты невероятные. Солнышко сейчас уже село. Вот жарят шашлык. Здесь у нас днем детский малышковый бассейн. Шезлонги, два бассейна. Обязательно, кто будет в Инжу, попробуйте вот такого вот свежего сазанчика. Специально для нас сегодня его поймали, пожарили. Вот такой вот соус приготовили. В общем, всем рекомендую. Еще скажу одну такую вещь. Может быть, кто еще не знает. Смотрите, кто будет отдыхать на Алаколе. С 4 до 6 часов море обладает каким-то мистическим эффектом. Оно становится очень теплым. Это я еще и прочитала. Это я слышала от других людей. И сегодня утром муж у меня вышел посмотреть. Здесь вот тоже, кто с нами отдыхает, они тоже об этом говорят. Что оно становится теплым. Что оно становится очень прозрачным. Здесь видно даже и дно полностью. Каждый камешек. И рыбки видно, как плавают. Это очень-очень прозрачное. Именно вот с 4 до 6 утра. И у меня сегодня муж утром вышел. Хотел посмотреть этот эффект. Вышел и говорит, да, на самом деле вода теплая. Пока он стоял здесь на берегу, медитировал. Зашел внутри воды, стоял, медитировал. Молился, благодарил Бога за эту поездку. Поворачивается налево. И его шлепки так красиво уплывают. Красиво-красиво шлепки поплыли. Алаколь унес волной его шлепки. Но это хороший знак, потому что мы всегда говорим о том, что если что-то уплыло или вот так вот незначай осталось в море, что это знак тому, что значит вернешься сюда еще раз. И это действительно сбывается. В прошлом году у меня вот на соседнем пляже, здесь мы отдыхали, получается, в Айгириме. И там у меня Парео в воде уплыло. Я зашла в этом платке в Парео. Она у меня уплыла. Ну и, соответственно, как вы видите, в этом году мы вновь приехали с семьей, с детьми на Алаколь. Место нашли, кстати, еще лучшее, еще выгоднее, еще красивее, еще цивильнее. Вот так вот мы едем на такси. Нас встречает и провожает Ерлан. Таксист, который работает в Инжо. Очень ответственный человек. И на вокзал. Дорога хорошая, асфальтированная. Машина комфортабельная, с кондиционером, семиместная. Поэтому я вот прикрепляю номера. Те, кто едут в Инжо, обязательно остановите видео, сохраните себе эти номера. Заранее отправите билеты и договоритесь. Вас встретят прямо у вокзала, у автовокзала, в аэропорту. И привезут в нужную вам зону отдыха. Не знаю, отсюда сейчас виды или нет. Мы едем вот где ветровые мельницы. Это уже Китай. Вот за этими горами это Джугарские ворота. И здесь сзади уже всю территорию Китая. Если вы заранее не созваниваетесь с таксистами, то здесь вот они стоят тоже. Но сейчас, правда, поездов еще нет. Поэтому таксисты приезжают тогда, когда уже подходит поезд. Вот так вот привозят гостей с зон отдыха, с домов, с пансионатов. Прямо сюда. Такое вот небольшое здание вокзала. Станция называется Жаланашколь. Вот так выглядит станция Жаланашколь, с которой вы поедете в базу отдыха. Вот здесь вот ходят поезда. Сейчас приблизить сделаем. От Алматы, Нурсултана, Семей и Ускемена. Вот прям вот так вот, когда вы выйдете с поезда на станции Жаланашколь, вас будут поджидать таксисты. Есть большие машины, семиместные. Есть маленькие седанчики. И отвезут вас в зону отдыха. Это поезд Алматы-Достык, который повезет нас в Алмату. Кстати, советую этот поезд. Очень чистый, удобный. Вот такой вот комфортный. Целые диванчики. Вот вторая полочка идет с бортиками для детей. Можно сидеть на второй полочке. Это поезд Алматы-Достык. Очень новый, чистый, красивый. Внутри вот такой вот весь беленький. Вот так. Мы сейчас находимся на станции Коктума. Едем домой. Вагон вообще абсолютно пустой. И кого нет, одним мы едем. Вагон новый, чистенький. Это обычный поезд наш. Вот так вот в раскрытом виде выглядят места. И вот это вот можно поднять. Да, вот так вот можно зафиксировать. Получится диван. Вот таким образом застелили мы белоснежную постель. А, кстати, вот здесь вот шкафчики же открываются. Смотрите. Вау, шкафчик один открылся. Ну-ка, давай, сына, на этой стороне. Вау. Здесь для одежды. Вау. И там наверху тоже. И там наверху тоже вот так вот открывается. Все очень аккуратно. Работают мультфильмы? Да. Работает кино? Да. В общем, все, мультимедийную программу подключаете по Кевару. Все у вас будет работать. Вот так. Где-то через, получается, час мы были в Коктуме. А сейчас, еще через час, мы в станции Акши. Здесь вот на Акши тоже заходят люди. Когда будете ехать на Алаколь из Алматы, как мы поездом до стык, то будет вот такая вот станция, которая называется Акторай. Здесь вы будете стоять 4 часа 40 минут. Это вот такая большая станция. Но это будет, у вас попадет на ночь, поэтому вы будете спать с нуля до 4, до 5 утра. А вот сейчас мы едем, у нас сейчас время 8 вечера. И тронемся мы только в 23.35. 3.35 станция, представляете, у поезда Алматы до стык. Вот наш Тальга поезд. Вот 3.35. За эти 3.35 на станции Актугай вы можете покушать шашлык. Вот мы сейчас заказываем. Перекусить здесь в привокзальных кафешках. Попить чайку. В общем, времени валом. Даже можно в город уехать. Вот такая станция Актугай. Большая. Уютная. Паровоз стоит. Это наш Тальга. В общем, здесь меняют прицеп, меняют состав, поэтому такая длинная станция. В общем, все, кто выйдете на Актугай, смотрите, поезд будет стоять всего лишь 10 минут. Остальные все 3 часа он сразу уходит в тупик. И вот так вот с едой, с детьми, в холоде, мы сейчас вот так все идем туда, в тупик. Ищем наш поезд. Потому что он прямо перед нами уехал. Уехал. Имейте в виду, кто будут ехать из Алаколя. Будем искать вот так вот свой поезд. Так, вот так мы ждем. Это другой совсем. Наш туда дальше. Все, мы идем, и идем, и идем уже полчаса к своему поезду. А проводница сказала, что будем стоять 3 часа 35 минут. Можете гулять на станции, можете съездить в город, можете сходить в кафе. Поезд будет вас ждать. А он нас, оказывается, будет ждать в тупике. Вот здесь вот далеко. Короче, от вокзала пешочком топать и топать. Поэтому, если вы не хотите мерзнуть, как мы сейчас, а здесь сегодня был ливень, и вот так ходить по рельсам, шпалам, с детьми на руках, лучше сидите в вагоне. Либо выбегайте, за 5 минут берите все. Так, и вот через 40 минут пешей прогулки мы нашли наш поезд. Теперь найти бы, с какой стороны в него зайти. Сейчас будем искать. Вот так, догнали наш поезд. И теперь через вагоны, через вагоны идем. Поезд практически пустой. Ой-бай, ударяемся головами. О, состав плацкард тоже весь пустой. Показываю. И, в общем, вот так сидим в темноте. В темноте с детьми. Света нет. Стоим на отшибе до сих пор. Ждем, пока прикрепится другой поезд. Вот она, это наша станция. Вот она, Актугай. Смотрите, туда, когда едете на Лаколь 4.20, она стоит 4.20 часа. Обратно, когда вот сейчас мы едем, 3.12 мы стоим. Тронемся только в 23.35. Да-о-о. Итак, если вам понравилось это видео, если вам понравился этот обзор, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. А также обязательно переходите на мои другие видео, которые я также сняла здесь, на Лаколе, об интересных фактах Лаколя, о том, чем он полезен, какими лечебными свойствами он обладает, о том, какие здесь номера. Я показала рун-тур, показала жителей Арбата Лаколя. В общем, переходите на остальные видео, смотрите мой канал, ставьте лайки. Всем пока! В 10 утра мы приехали на вокзал Алматы-1. Вот мы и дома. Спасибо большое. Алаколь, Восточное побережье, Абайская область, село Кабамбай, комплекс Инжу. Надо к- legacy 14 лет».